Всем привет, дорогие друзья! Судя из не самого замудренного названия к этому видео, а именно будем готовить бургер. Все мы любим бургеры, не так. И как оказывается, это одно из самых простейших блюд, которые можно приготовить. Поехали! Для начала разрезаем наши булки напополам, затем на заранее разогретую сковородку добавляем масло. Это может быть как сливочное, так и растительное масло. На сливочном масле будет вкуснее. Делается это для того, чтобы мы запечатали сам мякиш наших булочек, и это способствует сочности нашего бургера и не дает распадаться нашим булочкам из-за того, что впитается много лишней влаги. И тем временем, пока наши булочки поджариваются, мы с вами будем нарезать овощи, подготовить все дальше. Булочки обжариваются для того, чтобы сама поверхность немного запечаталась и соус не так впитывался в саму булку. И за счет этого мы получаем очень сочные бургеры. На самом деле, это очень необходимая мера для того, чтобы были наши бургеры сочнее, вкуснее. И, кстати, хотелось бы сказать немного о начинке бургера. Она может быть у вас абсолютно совершенно другой компоновки, не такой, как у меня. У меня классический, я бы сказал, наверное, скорее всего, и то в классический лук идет. У меня нету лука здесь. Я не люблю лук в бургере, поэтому делаю без лука. А вы там можете с луком, как угодно. В моем бургере все будет по классике. Помидор, огурец, сыр, котлета. В принципе, два соуса, красные и белые соусы. Ну и на этом, в принципе, все. Можно добавить чуть-чуть горчички. Я в свой бургер добавлю горчички. Из чего котлеты? Это обычный покупной фарш с виноговяжьей. И он доведет до вкуса по моим предпочтениям, как я считаю того нужным. Вы делаете то же самое, как захотите. Можете сделать так, как я. Это очень вкусно. А рецепт данных котлет вы сможете посмотреть в коротком видео по ссылке в описании. И тем временем, пока я буду нарезать овощи, я закину уже котлеты жариться. Я закину уже курицу. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Салат всегда будет оставаться очень свежим. Так, по поводу сборки бургера. Совершенно не имеет значения, как вы будете собирать, в какой последовательности те или иные овощи, котлеты, что, кто, зачем. Но единственное, что я могу от себя добавить, то, что удобнее, когда котлеты будут на самом низу, удобнее кушать просто. Лист салата лучше не наложить сверху в горячие котлеты. Поэтому лист салата пойдет уже после огурцов и помидоров. После огурцов и томата. Вернее так. Поэтому первым делом я вожу котлеты. Поехали. 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 В принципе, вот такая вкуснятина у нас сегодня получилась. Всем приятного аппетита! До новых встреч! Это реально вкусно!